Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я Кристина Рабина. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. Как интересно, из пользы провести осенние каникулы. Тему организации отдыха и занятости школьников в этот период обсудили на расширенном заседании Межведомственной комиссии. Как в «Анапе» президента выбирали. Лидеры голосования после напряженной предвыборной борьбы в своих школах войдут в состав Городского ученического совета. Старт ультрамарафона «Хоука-Гром Анапа-Трейл» уже на этих выходных. Только по предварительным данным в забеге примут участие более 400 человек из России и Европы. Эксклюзивное интервью с организаторами. Продукты по ценам производителя теперь можно будет приобрести в самом центре города-курорта. Рядом с театральной площадью сегодня открылась первая ярмарка «Привоз». Об этом попросили местные жители. Исполняющий обязанности главы города-курорта Юрий Поляков заявил, что никаким посредникам здесь не место, и что ряды будут пополняться в зависимости от дальнейших пожеланий. Волонтеры уже провели первый опрос. Исполняющего обязанности главы города встречают представители территориального общественного самоуправления. Новую точку для ярмарки выбрали, ориентируясь на пожелания местных жителей. Мясо, овощи, рыба, выпечка и бакалея – все произведено в Краснодарском крае. Что привлекает людей Нерман? Цена ниже. Качественная продукция на свежий пашеновод от фермеров. Вчера выработали, сегодня привезли. Губернатор четко говорит, что наша продукция должна реализоваться кубанских товаро-сельхозпроизводителей. Здесь. У нас в крае. Все в соответствии с требованиями краевых властей. Входная группа и информационный стенд с установленными ценами. До сегодняшнего дня в этой части города, особенно в разгар курортного сезона, хорошую цену приходилось поискать. Перекупщиков здесь не должно быть. Потому что нам надо сделать так, чтобы цена здесь на ярмарке была ниже от 10 до 30 процентов, ниже, чем в розничной сети. Первые покупатели появились сразу после открытия. Начиная с 8 до 10 утра посетителями ярмарки стали около 300 человек. Среди них разыграли символические призы. Друзья, мы прямо сейчас подходим к нашему барабану. Вместе с тем, в выигрыше уже почувствовали себя практически все, кто живет неподалеку. Среди них Ольга. Для того, чтобы запастись продуктами, до этого приходилось ездить на центральный или восточный рынки. Фрукты, молочную продукцию, крупы, мясо. Очень понравилось. Цены очень понравились. Замечательно. Еще бы, если бы в субботу и воскресенье было, вообще бы хорошо. Это уже 23-я по счету точка в городе-курорте, где работает ярмарка «Привоз». Пока шла торговля, волонтеры опрашивали покупателей, собирая дальнейшие пожелания. Люди говорят, в принципе, их устраивает, что происходит у нас именно в пятницу. Но люди желают, чтобы и в субботу для других, потому что все-таки это выходной день. Но в основном тут не хватает продукции, говорят, мяса, рыбы и овощей. Говорят, очень мало. Говорят, колбасы, это полуфабрикаты. Хотелось бы больше чего-нибудь домашнего или лесного. Ну и, в принципе, цены приемлемые, некоторые говорят, даже дешевле, чем в других районах города. После того, как данные опроса обработают, станет понятно, в каком направлении дальше будет развиваться площадка. При необходимости число торговых мест можно удвоить. Началась активная подготовка к осенне-зимнему периоду. Одна из главных задач в преддверии зимы – обеспечить население бесперебойным, а главное – качественным водоснабжением. Улица Набережная, станица Анапская. Небольшая бригада разбита на две части. Одни производят выемку грунта при помощи малогабаритной спецтехники, вторые тут же укладывают в траншею полипропиленовую трубу. Бригада молодая, но опытная. Работа продвигается быстро. Труба довольно старая, много раз рвется. Решили заменить на пластик диаметр сотки. Техники, машина, трактор. В бригаде три человека, помимо тракториста, водителя. Протяженность – километр. На этой улице в большинстве своем проживают пенсионеры. Новый водопровод для них – важное событие. Старые трубы полностью исчерпали все допустимые сроки эксплуатации. Это обязательно нужно. Это старая труба 1958 года. Она вся гнилая. Сколько раз, за пять лет, два-три раза во дворе оборвалась водопровод. Да, во дворе там дюймовое железо было. Два-три раза ремонтировали. Еле-еле она держится. Слава Богу, если они будут подключиться, новые линии потянут, уже начали. Я очень рад этому. Аналогичная работа проходит и в селе Супсех. На улице Жолоба уже уложено порядка 300 метров труб. Всего планируется заменить более километра коммуникаций. Не забывают коммунальщики и о модернизации уже существующих сетей. На одну из насосных станций, которая обеспечивает водой центральную часть города, прибыло высокотехнологичное оборудование. После монтажа этого насоса даже в разгар курортного сезона потребители не будут испытывать недостатка в воде. Давление в трубах будет поддерживаться на необходимом уровне. Старое оборудование простояло 40 лет. Оно исчерпало себя, устарело, большой износ оборудования. И водоканал закупил новое импортное производство, самое более надежное, более хорошее, экономичное. И в ближайшее время, на днях, можно сказать, будем монтировать этот хороший, надежный насос. По итогам прошлого года Анапский водоканал вошел в число лидеров Краснодарского края по замене и модернизации ветких сетей. Руководство завоенанные позиции сдавать не собирается. Работа по подготовке к осенне-зимнему периоду продолжается. Школьные каникулы – долгожданное событие для детей, а для взрослых – большая ответственность. Чем занять свободное время подрастающего поколения, чтобы отдых прошел увлекательно и, главное, безопасно? Тему организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период осенних каникул 2017 года обсудили на расширенном заседании Межведомственной комиссии городу-курорта Анапа. 24,5 тысячи анапских школьников скоро получат 10 дней свободы от занятий. Осенние каникулы начнутся 29 октября. Отдых нашего подрастающего поколения в первую очередь должен быть безопасным. Чтобы достичь этой цели, усилия объединяют все службы системы профилактики. На особом контроле занятость 150 несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном профилактическом учете, а также детей социальной категории. В период каникул продолжат работу рейды с участием родителей и педагогов за осуществлением контроля занятости подростков, состоящих на профилактическом учете. На особом контроле семьи, находящиеся в социально опасном положении. Это 51 семья. Председатель межведомственной комиссии, заместитель главы Анапы Людмила Марашова предлагает в дни осенних каникул провести профилактическую акцию ГИБДД, а также сделать акцент на детях из группы риска. Я предлагаю усилить индивидуальную работу с детьми, стоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, абсолютно все службы. Сколько у нас сегодня детей стоит на учете? 51 ребенок. Значит, по 51 ребенку мне нужен индивидуальный план, расписанный на каждый день с работы с ребенком. Я думаю, что это будет показатель того, что работа идет не формально, а фактически по ребенку. До 21 часа ежедневно во время каникул будут работать спортивные залы и открытые площадки, кружки и библиотеки. Управление по делам молодежи традиционно порадует интересными идеями и событиями. Тут и клубный бум, и викторины, познавательные экскурсии, турниры, всего 154 разноплановых мероприятия. Центр занятости населения подготовил вакансии для несовершеннолетних. В совместно с управлением образованием мы перевели школы, в которых будут дети работать, 30 человек будут работать, 4, 5, 25, 30 школах. Естественно, в первую очередь это будут подростки, состоящие на всех видах учета, в том числе и КДН, и внутришкольный, и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Поручение Людмилы Марашовой увеличить охват подростков, которые могут быть трудоустроены. Своя специфика у полиции. Их задача – не допустить правонарушений в среде несовершеннолетних. И здесь идет работа на предупреждение. В период с 15 по 25 октября силами личного состава ОППДН, отделом МДРСИ по городу Анапа, обследуют размещенные на обслуживаемых территориях неоконченные строительством многодержные объекты на предмет наличия ограждения физической охраны в целях недопущения свободного проникновения несовершеннолетних и возможного автоматизма. Не стоит забывать об ответственности за жизнь и здоровье детей родителям, самим соблюдать правила личной безопасности и учить этому подрастающие поколения. С 20 октября по 8 ноября пройдет конкурс на отбор волонтерских проектов, приуроченных главному футбольному событию будущего года. Тематика определена названием «Наследие чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России». Волонтеры и кандидаты, только проходящие обучение, смогут представить на суд жюри проекты в шести номинациях. Спорт и здоровый образ жизни, туристические сервисы, урбанистика и развитие городских пространств, искусство, социально полезные проекты и экология. Авторы лучших конкурсных работ будут направлены на обучение в школу инновационного центра «Сколково». Там под руководством экспертов они смогут доработать концептуальную техническую часть из своих проектов, а с помощью грантов, полученных за призовые места, воплотить задумки в жизнь. В школах города-курорта прошли выборы президентов. В сегодняшнем дню предшествовала самая настоящая предвыборная кампания с агитацией и дебатами. Победители войдут в состав городского ученического совета. Муниципальные власти ожидают от них участия в жизни не только школы, но и города, а также свежих идей. Промежуточная сверка. На 11 часов проголосовали более 250 учеников второй школы, половины избирателей, учащихся начиная с пятого класса. Они приходят организованно классами во время перемен. Константин – наблюдатель. В его задачу входит смотреть, чтобы не было нарушений. Например, чтобы кто-нибудь не бросил сразу несколько бюллетеней. Начало взрослой жизни, наверное. В принципе, все проходит нормально. Со стороны наблюдателя никаких претензий. В четвертой школе четверо кандидатов. В программах, начиная от «Чтобы было больше внеклассных мероприятий», заканчивая повышением общей успеваемости. Заместитель главы города Людмила Мурашова заметила, что идея цена, если прилагается план по ее реализации. Вы знаете, какой у нас был опыт? Вот нас, кто хорошо учился, закрепляли за троечниками. И мы так дружили, ходили после друг друга, учили уроки. Как одна из форм, я считаю, она действенная. Так сегодня выглядит школьное самоуправление. На стенде портрет на этот момент еще действующего школьного президента. За лидером следуют кураторы направлений. Дарья помогает проводить мероприятия и следит за школьной политикой. В этот раз проголосовала за того, кто предложил больше общаться во внеурочное время. На соревнованиях, спектаклях, играх. Повод может быть любым. Сейчас разные классы, и дети в основном в классах не общаются между друг другом. Данные мероприятия будут помогать, то есть сближать людей и развивать общение между ними. Сейчас как бы мир социальных сетей, в основном общается в интернете, а как бы личное общение – это совершенно другое. Гости тоже сделали свой выбор. Победители голосования войдут в состав городского ученического совета. По словам Людмилы Мурашовой, от них и кандидатов сегодня ждут участия в жизни муниципалитета, а также свежих идей. Выборы школьного самоуправления – это выборы лидеров, которые сегодня учатся в наших школах. И я считаю, что это очень хорошее, традиционное, торжественное и волнующее мероприятие. Может, кто-то станет политиком или общественным деятелем, но в целом дни агитации и голосования – большой урок, на котором школьники учатся быть гражданами. В Анапе продолжается осенняя серия интеллектуальных игр «Что, где, когда». В третий день турнира в борьбу за звание лучших зонтаков вступили 10 команд, представляющих высшие среднеспециальные учебные заведения города. По итогам бронза и серебро достались двум командам из анапского филиала Московского педуниверситета, а лидером стала команда филиала Сочинского госуниверситета. Сегодня серию осенних игр завершит, пожалуй, самая интересная схватка между сборными рабочей молодежи. В Анапе уже приехали первые участники мероприятия, которые знакомятся с маршрутом и проводят свои первые тренировки. Маршрут пролегает из Абрау в Дюрсо, проходит по побережью Черного моря и завершается в Анапе. Только по предварительным данным в забеге примут участие более 400 человек из России и Европы. Почему организаторы уже второй год подряд выбирают наш город в качестве соревновательной базы и почему этот вид спорта становится популярным, нам рассказали представители организационного комитета. Массовые забеги идут практически во всех уголках мира и в нашей стране. Это та же тенденция, происходит то же самое у нас. Во всех городах, в крупных городах, стараются организовать свой трейл. Это становится такой спортивной визитной карточкой. Если в том году мы выступали первыми здесь, когда запускали трейл, и по побережью о трейлах еще ничего не знали, то уже буквально после нашего трейла, в этом году, в апреле месяце, Новороссийск проводит свой трейл в Мархот, 80 километров забег, плюс сателлиты. В Туапсе забег, в Горячем ключе, в Сочи забеге, в Геленджике. То есть все города охвачены этим увлечением, этим модным новым направлением. Трейл сочетает в себе не только спортивные занятия, не только такую вот фуносливость, физическую нагрузку, но еще и все достоинства и качество увлекательного путешествия. И трейлы многие спортсмены выбирают уже не по протяженности, не по спортивной дистанции, а по интересу. Насколько он красивый, насколько он впечатлительный, да, есть даже такой параметр, насколько он эпический. И если вы посмотрите видеоотчет об этих трейлах, то вы увидите, что это на самом деле удивительные приключения, которые по своей как бы эмоциональной нагрузке совершенно могут конкурировать с некоторыми экшн-фильмами. Это очень интересно, это очень модно, и поэтому в нашем городе просто стечение обстоятельств произошло. Сложились так обстоятельства, что в нашем городе появился человек, это Илья Бейлин, который давно занимается спортом, давно занимается бегом, и занимается он через фирму Триспорт. Он был здесь, он проводил свои тренировки здесь и по пляжу, и по горам бегал, и высказал свое предположение, что здорово было бы здесь, в таком красивом месте, провести этот трейл. По Черноморскому побережью, по горам, с видами на горы, с видами на море. Ну, уникальное место. Сначала это прозвучало как просто предложение, а потом стали обсуждать, и сошлись люди, которые могли это дело организовать. Пригласили меня, как человека, который знает всю эту местность, включая до Абрау-Дюрсу. И вместе, вот в прошлом году, за лето, за полтора месяца мы подготовили трассу, оценили ее, записали трек на GPS, подали международную организацию на регистрацию, и ее официально зарегистрировали, в официальной трассе, и провели первое соревнование. Поэтому счастливое стечение обстоятельств для Анапы. Мы первые, кто провели вот такой вот уникальный трейл. В Анапе начинаются осенние дни здоровья для жителей сельских округов. Первый пройдет уже в эту субботу в селе Цабанабалка. Специалисты Центра медпрофилактики приглашают селян на скрининг оценку уровня здоровья, экспресс-оценку состояния сердца, функции дыхательной системы на спирометре, анализ общего холестерина и глюкозы в крови, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, мобильный и малодозный флюорограф поможет докторам в ранней диагностике заболеваний легких. В Цабанабалку приедут также узкие специалисты – невролог, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог. Каждый участник акции получит заключение о состоянии здоровья по результатам обследований. При необходимости – рекомендации к дальнейшему более тщательному обследованию. Жители села Цабанабалка приглашаются на День здоровья 14 сентября с 9 до 13 часов в амбулатории номер 6 по адресу улица Садовая, 86. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. Салями финская с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А. Крымская – 98. Амелькова – 28. И Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 14 и 15 октября в Анапе ожидается переменная облачность. Возможны дожди. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов. Ночью прохладнее – 11 выше нуля. Ветер северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 16 градусов. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 4-24-19. Субтитры создавал DimaTorzok